На часах шесть вечера в прямом эфире седьмого канала новости в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. Тройная авария в Одессе. Есть погибшие. На Прохоровской столкнулись три иномарки. В одной из них находилась целая семья, мать, отец и дочь. Автомобиль Volkswagen, в котором они ехали, заходил в поворот. Водитель не уступил дорогу встречному BMW. Тот, по предварительным данным, двигался на большой скорости. После удара Volkswagen отбросила на Toyota, уехавшую сзади. Водитель японского авто и BMW получили травмы средней тяжести. Больше всех пострадала женщина-пассажир из Volkswagen. Спасти ее медикам не удалось. Пострадавшей было 31. Ее трехлетняя дочь чудом не пострадала в аварии. Пассажир автомобиля Volkswagen получила тяжелейшие телесные повреждения, от которых скончалось в лечебном учреждении. Ребенок, будем говорить, счастью. Спустя 4 месяца ученые Одесского национального экологического университета решили все-таки выяснить причины цунами, случившегося 27 июня в Одессе. Об этом сегодня сообщил член Международной комиссии по цунами при ЮНЕСКО Александр Рабинович. По его словам, появление столь больших волн в Одессе не несет в себе мистического характера, а вполне объяснимо научным путем. Одесское цунами никакого мистического характера не носит. Оно было вызвано возмущением атмосферного давления, которое проникли в северо-западную часть Черного моря. Его интенсификация была связана с праундманским резонансом на шельфе Одессы. Что и в какой-то степени мы Одесской цунами можем считать как последнее звено цепи событий, которые проходились под Средиземноморью. Ну и что вообще вот эта уникальная последовательность метеоцунами, она была связана с некой экстремальной атмосферной ситуацией. Сегодня на Одесском вокзале отправляли домой детей-переселенцев с востока Украины. Среди пассажиров дети больные ДЦП. Вместе с родителями они отправились луганским поездом домой в Краматорск и Славянск. На перроне их провожали несколько десятков одесситов. Чтобы отправить их домой, к поезду был прикреплен дополнительный 18-й вагон. Дети из Краматорска и Славянска отдыхали в центре реабилитации в Николаеве почти месяц. Переселенцам помогли с оздоровлением, питанием и восстановлением после перенесенного стресса. Вот эти деточки отдохнули. Николаев взял следующую группу детей. И мы сейчас, конечно, приоритет отдаем полностью всем детям, которые находятся в зоне АТО. Своих немножечко отодвигаем. А тем деточкам даем возможность, чтобы они получили реабилитацию, оздоровление и отдых. Напомню, сегодня по официальным данным в Одесской области зарегистрировано более 13 тысяч вынужденных переселенцев из зоны АТО и Крыма. Среди них около двух тысяч детей. Почти 500 из них – дети с особыми физическими потребностями. В школах должны остаться те учителя, которые воспитывают гражданина Украины. С таким заявлением выступила сегодня директор Департамента образования и науки Одесской облгосадминистрации Татьяна Лазарева. Также она добавила, что учитель должен доносить в школе только свою гражданскую позицию и любовь к Украине. Наши вузы, которые готовят педагогические кадры, должны пересмотреть программу, подготовку и, наверное, вернуться больше к практике. Можно даже сказать, интернатура, это более относится к мединам, но, скорее всего, это нужно применять и в педагогических вузах, для того, чтобы будущие педагоги все-таки больше времени во время учебы проводили в школах, в учебных заведениях. Директор Департамента отметила, что преследовать каждого учителя и обвинять его в сепаратизме – это глупо и неправильно. Я считаю, абсолютно неправильно, то есть сегодня начать охоту советь и преследовать учителей. Вторая учительница когда-то, несколько лет назад, получила из рук генконсула России премию. Премию выиграла творческий конкурс, он был посвящен Пушкину. Потому что за это сегодня ее нужно уволить, также за сепаратизм, естественно, это неправильно. В Одессе правоохранители раскрыли резонансное убийство женщины. Работникам уголовного розыска Приморского райотдела понадобилось двое суток, чтобы установить и задержать подозреваемых в жестоком убийстве женщины. Подробности далее. В воскресенье в центре Одессы у мусорных баков нашли пакет с человеческими останками. Отсутствовали конечности и голова. Тогда же стало известно, что они принадлежат женщине лет 50. Информация о местонахождении других частей тела была неизвестна. Пакет с мертвым телом несколько дней пролежал возле мусорника. Двое суток потребовалось работникам уголовного розыска Приморского райотдела, чтобы найти и задержать подозреваемых. Были задержаны граждане города Одессы, которые совершили умышленное убийство и последующим расчленение тела с целью скрыть улики преступления. В настоящее время открыто уголовное производство по статье 115 часть 1 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Проводятся дополнительные мероприятия по изобличению указанных граждан в совершении данного преступления. Причиной совершения такого жестокого преступления стала ревность. Накануне подозреваемый мужчина встретил свою знакомую на улице и пригласил в гости. Трагический день начался с застолья. В дальнейшем жена, приревновав своего мужа, поссорилась с гостей. Во время ссоры, которая переросла в драку, хозяйка схватила топор и ударила соперницу по голове. Затем последовали несколько ударов ножом. Я выбежал из квартиры, зашел в другой подъезд и стоял там, не знаю, какое время. Долго. Потом зашел, когда уже в квартиру, в кругом лужа крови, сейчас все тело, руки, ноги, все по отдельности было разделано. И она мне кричит, иди сюда, потому что будет с тобой то же самое. Говорит, бери, давай помогай. Чтобы избежать ответственности за совершенное преступление, супружеская пара избавилась от фрагментов тела, выкинув их в разные мусорные баки. По данному факту открыто уголовное производство. Теперь злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, либо пожизненное лишение свободы. В Одессе пройдет факельное шествие под названием «Иду на вы». В нем примут участие бойцы батальона «Азов», а также патриотично настроенная украинская молодежь. Точка сбора желающих возле памятника Шевченко в 6 вечера 14 октября. В это же время марш «Иду на вы» стартует и в других городах Украины, Харькове и Киеве. Участники марша зажгут факелы в память о тех, кто сражался за независимость Украины. Одесские активисты обещают вести себя непровокационно. Точный маршрут шествия в целях безопасности не сообщают. Однако уточнили, что памятники Екатерине обойдут стороной. Спокойствие в этот день будет охранять милиция. Мы решили начать немного с другого конца. Мы сначала пообщались с милицией над тем, мы готовы ли они. Мы им сказали свой маршрут, они сказали, что да. Сегодня мы занесем письмо в горсовет, где проинформируем горсовет о марше и времени марша. Субтитры создавал DimaTorzok